А вы знали, что чужой грех может обернуться для вас бедой и придется отвечать за чужой грех? Об этом я хочу сегодня поговорить вкратце, потому что мы очень далеки от исламской этики и морали относительно грехов, относительно ослушаний и прегрешений других людей. А ведь сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, определила четкую позицию, четкое отношение для каждого из нас относительно грехов других людей. А как же можно, может оказаться так, что мы будем в ответе за чужой грех, что мы можем нести злосчастье чужих грехов? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в хадифе говорит следующее. Грех может стать злосчастьем не только для того, кто его совершил. Если же он упрекнул того, кто совершил грех, Всевышний испытает его таким же грехом. Так же, как сказано об этом в другом хадисе, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит, тот, кто упрекнет своего брата в содеянном грехе, не умрет до тех пор, пока не совершит подобное. Как же это понять? Есть ли в этом дозволение этого греха, одобрение этого греха? Нет, конечно. Мы все осуждаем грех. Мы все рассказываем о пагубности того или иного греха. Но ни в коем случае мы не переходим на личности. Мы не разоблачаем никого. Не приводим в качестве примера никого из тех людей, которые совершил тот или иной грех. Из этики посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, было следующее. Он никогда в своих назиданиях, призывах, не приводил в качестве примеров и не указывал конкретных лиц. Он просто говорил, Как вы думаете, что будет с людьми, которые совершают такие и такие деяния? И все. Или же, если вам так больно за ослушание и греховность своего близкого брата, Нет иного способа, кроме как индивидуально этому человеку сделать насыха, то есть назидание, призыв или предостережение. Но ни в коем случае упрекать его, Как ты мог такое сделать? Вот он такой грешник, он это сделал, он то сделал. Это согласно некоторым ученым. Такая риторика хуже того же греха, который совершил тот или иной человек. Еще раз начинаю, приведу хадис пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Он говорит, Грех становится злосчастьем, злополучием не только для того, кто его совершил. Если кто-то его упрекнет, осудит, будет испытан подобным же. Если же он за спиной будет осуждать человека, совершивший грех, он такой, сякой и так далее. Он совершил злословие, грех которого тяжелее прелюбодеяния. А если же он одобрил этот поступок, к примеру, возьмем, какой-то человек успел в присвоении колоссальных средств посредством мошеннической, запретной схемы. И мы говорим, вот красавчик, вот он сумел сделать. Ты стал соучастником в этом грехе. Поэтому, дорогие братья, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, нас учит в последнем хадисе, который хочу привести. То есть посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, показывает путь для человека, который стал свидетелем, очевидцем какого-либо греха, тут же воздавать хвалу Всевышнему Аллаху, который избавил тебя от подобного испытания. И который дал мне превосходство над многими из своих творений. Поэтому, если вы остались невовлеченными в тот или иной грех, то только по милости Всевышнего Аллаха. И мы воздаем за это хвалу Всевышнему Аллаху. И никогда не занимаемся разоблачением, тем более распространением данного греха. Почему Всевышний Аллах любит скрытность? Аллах любит скрывать грех и греховность. Это один из его эпитетов, ассатар, сетир, скрывающий. Потому что, когда вы все чаще и чаще разглашаете и распространяете греховные поступки, публично об этом говорите, вы тем самым вносите свою лепту в распространении как явление этого греха. А вы не задумывались, почему в шариате для установления доказательства прелюбодеяния требуются четыре свидетеля, которые были очевидцами самого данного акта? Так потому что невозможно. Не может быть такое, чтобы было доказано таким образом, для того, чтобы этот грех и другие мерзости были скрытными. Это мораль ислама. Это требование нашей религии. Тот человек, который совершает грех, если он разглашает об этом грехе, распространяет, он усиливает этот грех. Он подобен тому, кто повторяет этот грех. Поэтому посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, сказал, «Куллю уммати му'афа, илляль муджахилун». Все из моей уммы, всем Всевышний Аллах простит их грехи, за исключением тех, кто распространяет, провозглашает и делает эти грехи открыто. Упаси нас Всевышний Аллах от высокомерия и гордыни. И простит Всевышний Аллах всем нам наши грехи. Вася-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.